Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике Лаборатория политического и военного анализа, сокращенно лаборатория пива, с вами Юрий Геменфарк и Александр Глущенко. Закон об оскорблении величества и неуважении к власти, предложенный сенатором Клишеса, он рискует получить неожиданное продолжение. Дело в том, что глава Совета Судей России Виктор Мамотов он предложил ввести ответственность за, цитирую, скандализацию правосудия. И вот, позвольте цитату, друзья. Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за скандализацию в кавычках правосудие. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением ответственности за неуважение к институтам власти. Это, по мнению Мамотова, речь идет о том, что общественное мнение может оказывать давление на суд и умаляет авторитет судебной власти. Слушай, Саш, наши депутаты, как говорится, не унимаются. Мы к чему придем-то в итоге? Прийти-то мы придем к абсолютному беззаконию, потому что чем ближе к рак государства, а к рак государства это конец законов вообще всяких, то тем многочисленнее его законов, как писал по-моему Тацит в своем, помнишь, да? Да, конечно. Вот. Но есть еще один момент такой интересный, что у нас каждое профессиональное сообщество старается внести свои три копейки куда-нибудь, зачем-нибудь, чтобы на общем фоне не выглядеть пассивными людьми. Я по аналогии с действиями господина Шойгу или Шойгу, когда у нас появился закон, вернее, начал рассматриваться закон о суверенном интернете, Шойгу запретил пользоваться соцсетями военнослужащих, вложил свои три копейки. Здесь сейчас, смотри, рассматривается закон об оскорблении величества, соответственно, судья, вот этот председатель совета судей Мамотов, вносит законопроект или предложение рассмотреть закон о принижении судебной власти и скандализации правосудия. Не понимают люди, что законотворчество – процесс объективный, который отражает процессы, происходящие в обществе. Если судей критикуют, то критикуют исключительно за неправосудные решения, за то, что они извращают, неправильно трактуют законы, выносят неправосудные приговоры. Сколько примеров, это же не счесть, если у нас количество оправдательных приговоров по уголовным делам составляет 0,2%. Если у нас, то возьми примеры, допустим, политических деятелей каких-то, тот же Алексей Навальный, вынесли абсолютно неправосудные приговоры, после чего его отменяет Европейский суд по правам человека, возвращает на новое рассмотрение и букву в букву выносится точно тот же приговор, который был в 2013 году. Хотя уже отменен Европейским судом. Как вот подходить к такому? Плюс максимальная зависимость этих судей от исполнительной власти. Потому что судей федеральных назначает президент, а это, извини меня, президент – это исполнительная власть, а судей мировых, вот на районном уровне мировых судей, означает губернатор области. Это вообще еще более низкий уровень исполнительной власти, соответственно, они все от него зависимы. Следовательно, он может влиять на их судебные решения. А извини меня, мировые суди рассматривают в том числе и уголовные дела тоже. Есть некоторые уголовные дела, которые подлежат рассмотрению мировыми судьями. Ну и, в общем-то, административные тоже – это серьезное дело. Там и крупные штрафы, и аресты, и все остальное. И все рассматривают мировые судья. Саш, но ты понимаешь ведь, в чем дело? Ведь, вот смотри, с одной стороны, ты совершенно правильно сказал, что у нас в стране исполнительная власть назначает судебную власть. То есть говорить о независимости судебной власти в Российской Федерации не приходится. Вот этот Мамотов, он ссылается на англо-саксонское право. Но, минуточку, если вы ссылаетесь, господа, на англо-саксонское право, где действительно существует ответственность, это он не соврал, за неуважение к суду. За это можно получить даже не то, что штраф, можно тюрьму получить за неуважение к суду и в Великобритании, и в Соединенных Штатах. Но там-то, помилуйте, там-то судебная власть независима. Больше того, я скажу, с другой стороны, ведь ты понимаешь, у нас может это дойти до маразма. Вот, обратите внимание, что у нас получается. Сейчас вот Славку Егорова из колонны, его судят де-факто за то, что он протестовал против мусорных полигонов. Минуточку, а почему бы Юлю Чайке не внести законопроект о неуважении к экологам, согласно которому любое критическое замечание по отношению к мусороперевозчикам будет, соответственно, караться в уголовном порядке или в административном, просто за критическое замечание. Это у нас, по сути дела, мы приходим ко временам Древнего Египта, когда только за то, что фараона, простолюдин, вне зависимости от коннотации, называл по имени, за это была положена смертная казнь. Его было бы положено, имеется в виду, фараона называть его величество, жизнь, здоровье, сила, в избежании сглазу. Ну мы, извини меня, мы что, мы в доантичные времена возвращаемся, это уже даже не средневековье. Да, тут понимаешь, даже если есть объективные косяки в деятельности этих судей, я вот приведу пример, он может быть такой абстрактный, но вот смотри, в основном ты, конечно, скандализирует правосудие по мнению вот этих всех товарищей Мамотовых, в основном, скорее всего, это относится, наверное, к журналистам, правильно? Потому что кто еще распространяет информацию в СМИ, или там журналисты или блогеры, я так понимаю, они скандализируют, они берут интервью, комментарии, пишут аналитику какую-то по судебным делам, вот вынес судья приговор, а вышестоящий суд, например, в ходе обжалования, взял этот приговор, отменил. Журналист берет и пишет статью на эту тему, очерк, комментарий, блог, неважно, и разбирает все косяки, которые этот судья в своем приговоре вынес. Приговор или даже в решении по гражданскому делу не судит. Просто разбирает косяки, основываясь на которых, допустим, вышестоящий суд отменил это решение. Он наносит удар по авторитету судей, естественно. Но этот удар объективный, объективный, но это же будет не что иное, как принижение судебной власти и скандализация правосудия. Этот судья потом пойдет, я не знаю, куда напишет, в прокуратуру или в Следственный комитет, смотря чьей подсудности это будет статья, или вышестоящий тот же суд и скажет, меня журналист покритиковал, он меня принизил в мою судебную власть и скандализировал правосудие, несмотря на то, что я вынес неправосудный приговор, который был впоследствии отменил в высшестоящей инстанции. Ведь любая критика все равно должна, по идее, восприниматься как принижение власти. Так, но тогда у меня вот к тебе вот такой вопрос. Я не могу отделаться от ощущения, вот читая это предложение, эту идею господина Мамотова, у меня, я не могу отделаться от ощущения, что если этот закон будет принят, мы придем к такому судебному беспределу, по сравнению с которым сегодняшний детской игрой покажется. Так подожди, то ли еще будет, Юр. Это вот сейчас смотри, сейчас озаботились оскорблением величества, озаботились депутаты Госдумы, да? Хотя у нас по идее к представителям власти можно отнести кого хочешь, начиная от депутата сельсовета. Ну, какой-нибудь там обычный сельский житель, которого все всегда звали Кузьмич или Петрович, но он теперь депутат сельсовета, и его теперь нельзя послать на три веселых буквы, там, за какую-то правильность или оплошность и так далее, вплоть до недостойного поведения в быту, а мы знаем, что такое бывает. Это уже будет оскорблением величества. Теперь за это взялись судьи. Дальше то ли еще будет. Вот в Саратове убило женщину, опять сосулькой в голову убило позавчера женщину, насмерть, в 61-летие. Сейчас работники ЖКХ, которые должны чистить крыши, убирать лед с улиц и снег с улиц убирать, свой законопроект придумают, что нельзя критиковать сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, которые не убирают снег, снег и лед. А этот закон утвердят, и теперь нельзя будет жаловаться на то, что лежит снег и лед. Потому что работник ЖКХ, извини меня, это начиная от министра ЖКХ Российской Федерации, заканчивая последним дворником. Такая ситуация случится. И все будут придумывать под себя вот эти вот ограничительные законы. Саш, тогда в заключение у меня вот какой вопрос. С подковыркой, конечно. А вот как ты считаешь, вот эти законы об жуткой ответственности, об оскорблении величества, об оскорблении дворников, об оскорблении чувств идиотов и, я не знаю, чувств депутатов. Как ты считаешь, это власть спасет? Да нет, конечно. История, процесс объективный. В какой-то степени может быть на определенном этапе. Это может замедлять, вот этот закон о творческой деятельности, может замедлять или ускорять процесс исторического развития. Потому что тут еще влияет, если у нас тоталитарное или авторитарное, скорее, государство, то все зависит от одного человека. Просто от одного человека и все под него подстраиваются. Но в любом случае, когда рушится вот эта вот авторитарная вертикаль, вот этот механизм, в любом случае, кончается и эта власть в целом, и это государство, и эти законы, и все начинается по новой. И начинается новый виток спирали. Мы это знаем совершенно четко, внимательно изучив историю. Но некоторые люди просто не хотят изучать историю. Просто не понимают, что история – это процесс совершенно объективный. Это даже, скажем, не с подковыркой вопрос. Это ты неправильно сказал. Это серьезнейший вопрос и умнейший вопрос. Но многие люди просто этого не понимают, не понимают. Может быть, в силу слабого образования, а может быть, в силу слабого ума, вот так вот скажем. Может быть, слабого умственного развития. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу предстоящего расширения закона об оскорблении величества, которым, как следует из предложения Виктора Мамотова, будут теперь перечислять и судейский корпус. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok